друзья всем привет с вами елена и вы на канале мой сад моя гордость друзья сегодня я сегодня у нас 19 ноября и я бы хотела вместе с вами провести одно такое очень такое хорошее дело в общем я хочу друзья сделать выгонку выгонку тюльпанов и нарциссов для чего я это хочу сделать чтобы у нас к 8 марта стояли в наших вот этих стаканчиках букетики с тюльпанами или с нарциссами друзья очень хороший подарок будет к 8 марта я уже не раз так делала если сейчас посадить тюльпаны вот именно в это время то к 8 марта они вас будут радовать я хочу сказать что это намного лучше нежели там букет какой-то да который там постоял буквально там пару денечков и его выкинули вот это вот будет вас радовать очень очень долго и в то же время хочу сказать да отсвести отсветет у вас будут головки да у вас будут головки ну то есть кому мы дарить будем будут головочки их также можно потом посадить грунт в общем ну как бы подарок получается два в одном и цветок будет и в то же время луковица этого тюльпана либо нарцисса да вот подарок будет конечно хороший вот я вам серьезно говорю я уже так делала люди были настолько довольны ну как бы необычно да вот либо вот мы идем большие какие-то магазины видим там выгонку тоже тюльпанов выгонку гиацинтов да либо нарциссов конечно сказать ну лучше сейчас купить да допустим те же тюльпаны но я как купила их заранее когда была скидка и они были не такие дорогие вот сегодня я ездила в магазин они уже конечно подорожали тюльпаны и нарциссы и все сейчас ближе к весне они еще подорожают поэтому лучше это делать конечно осенью осенью покупать когда скидка вот и будет очень замечательный подарок для женщины хочу сказать ну что еще может быть лучше да чем весенние вот эти цветочки да тюльпаны которые будут стоять на у нас на окошке и нас радовать я думаю что это очень замечательный подарок вот друзья давайте с вами приступим так во первых я взяла вот такой вот лоточек вот такой лоточек я уже друзья как бы маленько подготовила чтобы не занимать время очень долго в общем я взяла стаканчики по 0 5 обрезала здесь немножко сделала дренажное 3 отверстия землю я конкретно не иду и не покупаю такую прямо знаете чтобы сильно дорого конечно это выйдет я у меня есть земля и огородная земля то есть я набираю заготавливаю землю себе вот я взяла немножко огородной земельки перемешала сюда добавила песочку и добавила обычные вот и универсальный грунт который идет для всех овощей там цветочных культур то есть ну вот обычно универсальный так и называется универсальный все это дело я перемешала то есть сильно такой прямо знаете питательный питательный я думаю незачем но то есть у нас тюльпаны вы же сами прекрасно знаете да в каком грунте растут обычный огородный грунт до достаточно песчаный потому что тюльпаны любят такую ну как песчаную более землю вот ну то есть обычная земля добавила универсальный песочек и огородная земля все ничего сильно сюда не надо такого вот приготовила я стаканчики насыпала где-то чуть меньше чуть меньше наверное пол стаканчика земельки вот и теперь будем с вами сажать хочу я сделать так в каждый стаканчик вот например тюльпаны да в каждый стаканчик посадить по одному сорту да то есть это получится подарок будет до 3 тюльпана и три разных сорта то есть как бы и люди потом будут разводить эти тюльпанчики да вот ну и давайте приступим с вами так вот думаю что то я не взяла я не взяла ножницы ну ладно разорвем в общем каждого с каждого сорта мы будем сажать под головочки сейчас я вам все покажу друзья как это будет выглядеть и после того когда вот мы это сейчас все сделаем потом прольем водичкой я вам сейчас весь процесс покажу так теперь вот этого сорта это очень быстро на самом деле то есть я уже как бы тут подготовилась и так ну кто-то хочет там можно в маленькие какие-нибудь горшочки это сделать я считаю что не стоит как бы особо так заворачиваться потому что обычные стаканчики все равно их потом пересаживать так головочки такие достаточно хорошие такие плотненькие что сильно плотно вы даже не думайте там что это ничего страшного все равно они когда цветут вам потом их придется вытащить и посадить либо в грунт но у кого есть возможность можно и просто купить там обычные красивые горшочки да и сделать красиво то есть если кому-то так есть желание вот такое ну и все вот так вот у нас видите что получилось сейчас мы все 10 земелькой присыпем с вами а ну вот еще друзья я еще нарциссы сейчас нарциссы нарциссы такие ну под нарциссы конечно я взяла вот такой вот горшочек нарциссы хочу своей бабушке подарить она у меня любит нарциссы головки здесь у них конечно чуть больше луковицы я имею ввиду чуть больше нежели у тюльпанов поэтому я взяла горшочек чуть-чуть побольше также сюда насыпала вот земельки вот где-то вот так вот столько в горшке главное нам чтобы луковички закрылись от земельки вот сюда я посажу три луковички а вот сюда посажу по одной луковички вот видите по одной луковички вот так посажу немножко углублю вот так вот кому-то просто вот даже по одному цветочку подарю вот так вот нарциссик вот такой махровенький посмотрите какой красивый смотрите какой он красивый на самом деле все ну и вот сейчас у нас здесь земелька сейчас я все вот это вот просыплю вот так все наши с вами тюльпанчики закроем мы их сейчас нынче прямо такие я купила хорошие луковицы в прошлом году у меня не такие были я имею ввиду помельче были луковицы они так хорошо у меня вошли в стаканчики а эти прямо плотно-плотно сидят ну ладно ничего страшного нам просто же главное выгонку сделать а там уже мы пересадим люди сами пересадим потом так сказала бы да вот вроде бы зима зима да новый год на дворе да я уже оленка уже думает о восьмом марте то есть ну вот так надо заранее все подготовить восьмое марта я люблю больше чем новый год все таки это женский праздник и в честь меня Катя говорит и в честь ее как так вот так вот так вот сейчас мы все это дело засыпем и немножечко польем немножко не хватило ну ладно я сейчас досыплю в общем какой у нас дальше процесс вот мы сейчас засыпали все вот это вот дело засыпали земелькой и прямо чуть-чуть чуть-чуть немножко полейте водичкой вы знаете хочу сказать один раз достаточно вот полить водичкой и сейчас вот этот вот ящик вместе вот с этими стаканчиками с нашими тюльпанчиками да тут я еще потом сейчас подцеплю немножко земельки немножко не хватило я не подрассчитала ладно ничего страшного сейчас я все это отделаю ролик сниму вот немножко полили прямо чуть-чуть чуть-чуть все потом я что сделаю вот этот вот лоточек да со своими стаканчиками я спущу в подпол в подполе они у меня будут стоять где-то знаете числа ну где-то до середины числа до двадцатого января января друзья вот тогда я их потом когда они вот так вот где-то проклюнутся у нас в подполе да они немножко проклюнутся и я их буду доставать то есть их можно также хранить если у вас нет подпола или еще что-то да ну есть где-то достаточно такое прохладное место либо в коридоре вот в квартире да либо где-то возле балкона да то есть вот куда люди на балкон выходят там более прохладное местечко но главное нам нужно закрыть то есть вот таким же лоточком вот так вот закрыли вот так вот закрыли Катя показывай пожалуйста видно вот так вот закрыли это для чего для того чтобы сейчас у нас не попадал свет то есть он не будет попадать луковицы они себя будут там чувствовать хорошо да вот вот как только появятся вот такие вот отросточки небольшие буквально там может быть сантиметр-полтора как вы увидите как они у вас вылезут да в январе месяце вы их достаете открываете крышку да можно просто вот положить какую-то картонку не важно ну вот я буду делать вот так можно картонку то есть кому как угодно главное чтоб не попадал свет но в подпыли вот кто вот у меня в подпыли в принципе там у меня не попадает свет можно даже и не закрывать вот этой крышкой вот этим контейнером ну вот главное чтоб не попадал свет все как только тюльпанчики нарциссики наши начнут просыпаться в январе месяце мы крышечку убираем ставим их на окошечко все вот сейчас мы один раз полили больше друзья их не поливайте не надо их больше поливать им этого достаточно все и когда уже достанете тогда уже будете смотреть по мере возможностей да если земелька чуть чуть пересохла да чуть чуть маленько подольете но не так не ходите то есть очень-очень редко когда уже у них пойдет вот эта вся вегетация вылазить будут цветочки а сейчас вот один раз вы палили и это достаточно все друзья я вам показала my щас Нужно делать вот именно сейчас Как я вам уже говорила Сегодня у нас 19 число Ноября Так что где-то вот в этих числах Делать выгонку для того Чтобы к 8 марта получить цветочки Друзья мои Кому понравился мой ролик Ставьте лайки Нажимайте на колокольчик Подписывайтесь на наш канал С Катюшкой В общем всем хорошего настроения Видите, Новый год на носу А у меня уже весна в душе Ну весна уже в душе И друзья мои Я вас всех люблю Пока-пока До новых встреч